Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. На охране порядка четвероногие сотрудники транспортной полиции проверили железнодорожный вокзал. Неровные дороги поселка Строитель, как от них страдают местные жители. Ямы и штыри, на что можно наткнуться в соборном парке. 17 октября около 12 часов в городе Керчь, Республике Крым, в здании политехнического колледжа произошел взрыв. Это сообщение распространилось практически во всех СМИ страны. По предварительным данным погибло 10 человек, около 50 раненых. Позже очевидцы стали утверждать, что после взрыва в колледже началась стрельба. По уточненным данным, количество погибших достигло 19. Более 60 человек ранено. Взрывотехники сообщили, что мощность самодельного взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Однако спустя несколько часов появились первые данные осмотра места происшествия следователями и криминалистами. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что исходя из картины преступлений, молодой человек, студент колледжа, расстрелял находившихся в учебном заведении людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное первоначально по статье о теракте, было переквалифицировано на часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. То есть убийство двух и более лиц общеопасным способом. Кроме того, взрывотехники обнаружили второе взрывное устройство. К вечеру его удалось разминировать. После тщательного обследования здания с участием кинологов и взрывотехников, новых взрывных устройств и оружия не обнаружено. В среду, 17 октября, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что преступник, по вине которого произошла трагедия в Керчи, действовал в одиночку, а наличие сообщников пока неизвестно. В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие проверит, находился ли молодой человек, устроивший стрельбу в Керченском колледже, под чьим-то влиянием. Что касается студентов Керченского колледжа, где прогремел взрыв, то их переведут в другие учебные заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. По информации Минздрава Республики Крым, в эпицентре катастрофы работали 9 бригад скорой помощи. Было развернуто 8 операционных в медучреждениях Керчи, 2 операционные в Ленинской ЦРБ. В помощь крымским медикам направлены специалисты из других регионов Российской Федерации. Всего в больнице Крыма, по последним данным, госпитализированы 37 пострадавших. Остальным оказана амбулаторная помощь. В Крыму объявлен трехдневный траур. После трагедии в Керчи в учебных заведениях России усилят меры безопасности. Об этом сообщает Министерство просвещения. Меры примут в течение нескольких месяцев во всех средних и среднеспециальных учебных заведениях. В настоящий момент в городе проходит траурная акция. Жители несут цветы и игрушки к мемориалу недалеко от колледжа, в котором произошла трагедия. В Орлаамском монастыре прошла панихида по погибшим в Керченском политехническом колледже. В главном Спасо-Преображенском соборе на скитах и придворьях монастыря служатся панихиды по почившим. Ранее сообщалось, что в церквях и храмах Крыма 18 октября будут проходить поминальные службы о жертвах атаки на учебное заведение. Также они пройдут и на следующий день, 19 октября. Охраняют безопасность, проверяют грузы и вещи. В линейном отделе МВД на транспорте работают четвероногие сотрудники. Кинологи с собаками проверяют вокзалы и станции. Почему их не сможет заменить никакая современная техника, узнала Дина Исляева. Оксана Ермакова и ее четвероногий напарник служат в транспортной полиции уже три года. Барс – восточноевропейская овчарка. Он прошел специальное обучение. В общественных местах ведет себя спокойно, может в патруль выходить без поводка. Если замечает какой-то подозрительный предмет, дает знать кинологу. В этот раз Барс искал закладку, которую положили в ячейку для тренировки. Кроме зала ожиданий, Оксана с Барсом проверяют платформы, поезда и электрички. В этот день во время проверки нарушений не выявлено. Для него это именно игра, потому что, когда он ищет, он ищет любимую игрушку. Когда ему делают закладки специально, потому что собака все-таки иногда должна что-то находить, чтобы не терять интерес, ему дают мячик. Поэтому он ищет именно мячик, свою игрушку. Несмотря на то, что вокзалы оборудованы по последнему слову техники и за безопасностью можно следить через камеры наблюдения, собак на этой службе вряд ли получится заменить. Они выполняют работу, с которой не справится ни одна система. Собаки задействуются обязательно, потому что их ничем нельзя заменить. Никакой любой прибор не сможет заменить собаку, которая несет службу по охране общественного порядка или по раскрытию преступлений или по правонарушению. По поведению собаки наш сотрудник может определить, имеет ли место совершение какого-то правонарушения или, может быть, необходимо направить туда собаку для того, чтобы был проверен какой-то конкретный участок вокзала или территории. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». О проблемах поселка «Строитель» ходят легенды. Местные жители годами добиваются установки детских площадок и банальной уборки мусора. Но настоящую славу поселок получил благодаря дорогам. По ним проехала Галина Кудряшова. Трассы для опытных гонщиков. Именно так называют дороги в поселке «Строитель». Приезжих здесь видно сразу. Они буквально крадутся по многочисленным ухабам, рискуя остаться без подвески. По словам местных жителей, последний раз ямочный ремонт здесь делали около 8 лет назад. Про капитальные не могут вспомнить даже старожилы. Галина Серова – инвалид третьей группы. В поселке живет более 40 лет. Я человек пожилой, инвалид. Я очень редко выхожу из дома. Потому что дойти до рынка, до магазина – это целая проблема. Без резиновых сапог не пройдешь в этих лужах. Обязательно нужно споить. В этом году мы ждали ямочный ремонт. У нас ответы даже лежат, что в поселке будет ямочный ремонт. Пока ни одну яму в поселке не отремонтируют. Дороги, как после бомбежки. Между ямами нет и полуметра живого асфальта. Подъехать к школе, больнице, дому культуры и библиотеке практически невозможно. В период избирательной кампании неоднократно вопрос о благоустройстве, о качестве дорог, отсутствии ремонта, даже ямочного ремонта дорог, поднимался каждый раз. Потому что если мы с вами войдем в любой небольшой дворик, мы услышим одну и ту же тему. Отсутствие дороги, отсутствие благоустройства и отсутствие детского игрового оборудования. Поселок Строитель задумывался как дом для тех, кто работает на близлежащих заводах. Компактный и уютный, он рассчитан на прогулки, а не поездки. Тротуары здесь можно пересчитать по пальцам. Пешеходы и водители вынуждены делить одну трассу, которая во время дождя превращается в болото. Нас выслушивают, берут эти подписи. А этих подписей, знаете, за 8 лет столько собралось. Если их взять в приемные, сколько мы писали, это целый уже талмуд просто. Подписи и ответов. Подписи, обращений и ответов. Нам не отказывают, но и в план не ставят. Вот в обращениях пишут, как только будут деньги, так сразу мы вашу дорогу отремонтируем. Каждые полгода жители поселка собирают подписи. Обращения рассылали во все инстанции. Однако результата до сих пор нет. За 15 лет у них накопилась огромная кипа документов. На этой неделе они попали на прием к главе Рязани. Юлия Рокотянская поручила Управлению благоустройства города скорректировать дорожную карту по ямочному ремонту и добавить участки, на которые указали жители поселка-строитель. Но конкретных сроков люди вновь не услышали. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани пройдут работы по исправлению неровностей. На Солочинском мосту уже сейчас наносят дополнительный слой. По словам представителя подрядчика, на движение транспорта работы никак не повлияют, ведь проходить они будут не в час пик. Перекрывать всю полосу не будут, только небольшие участки с неровным покрытием. Всего дополнительные слои нанесут на 6 таких участков. И хоть все фрагменты уникальны, ориентировочный объем каждого около 20 квадратных метров. В настоящий момент рабочие с помощью ручного инструмента счищают поверхность и готовят ее к укладке дополнительного слоя. После начнется непосредственно сам процесс нанесения покрытия. Через 2 часа дополнительный слой высохнет и движение откроют. Стоит отметить, что уложенное новое полимерное покрытие это не только дополнительный слой, но и защита старого бетонного основания. До реставрации на мосту был бетон, на котором проводили только ямочный ремонт. И все неровности были не так заметны. Они терялись среди других ям и выбоин. Теперь при реставрации моста через Аку крупные ямы заделали, а сама неровность бетона осталась. Новый слой полимерного покрытия лег на него словно одеяло, выделяя каждую шероховатость. Теперь задача подрядчика такие крупные сгибы полотна убрать. Муниципальное унитарное предприятие «Рязанская автоколонна 1310» подало иск в арбитражный суд о собственном банкротстве. 15 октября суд принял заявление автоколонны и возбудил производство с привлечением лиц, участвующих в деле. Автоколонна просит признать ее банкротом из-за долга по состоянию на 31 августа в размере 77 миллионов рублей. В документах дела указан бухгалтерский баланс предприятия, согласно которому, в частности, непокрытый убыток автоколонны составляет чуть больше 5 миллионов рублей. Налоговое обязательство почти 4 миллиона, а кредиторская задолженность свыше 160 тысяч рублей. Суд поручил Союзу Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» представить кандидатуру арбитражного управляющего для автоколонны. Следующее заседание назначено на 15 ноября. Напомним, признать банкротом автоколонну просила налоговая из-за долга в размере 44 миллионов рублей. В августе иск отозвали, так как долг был полностью погашен. В Рязани из-за аномальной погоды понизили уровень отопления на 20%. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Отметим, что подачу тепла снизили во всех городских объектах. Температуру теплоносителя увеличат при похолодании. В пресс-службе администрации города Рязани сообщили, что снижение уровня отопления не отразится на тарифах. В мэрии отметили, что на тарифы также не повлияет и усиление отопления, если зимой ударят сильные морозы. Напомним, отопительный сезон в Рязани стартовал 25 сентября. Тепло в многоквартирных домах дали 1 октября. Благоустройство Соборного парка продолжается. В настоящий момент здесь выполняют работы по замене бордюрного камня. Однако рязанцы переживают за безопасность самих работ, ведь в темное время суток ямы и штыри, которые оставляют строители, плохо видно. Тему продолжит Галина Кудряшова. Любоваться звездным небом и подсвеченными деревьями в Соборный парк приходят с начала осени. Благодаря новому освещению гулять здесь приятно не только днем, но и вечером. В настоящее время ремонтные работы продолжаются. Подрядчики меняют бордюрный камень. Для его ровной установки по периметру ямы поставили штыри из тонкой арматуры, которые соединили между собой тросами. Работы ведутся на центральной аллее. Чтобы попасть на детскую площадку, жителям придется пройти через опасный участок. Дети гуляют, они бегут, могут напороться, пораниться. Малыши могут изопнуться, сейчас тем более листва не видно. Взрослый это человек, много же пожилых еще гуляет, людей, они тоже могут это не заметить. Действительно тяжело смотреть в такой ситуации. Вот они бегают, раз, да, набежал, не дай бог, что случится. Так что я думаю, это вопрос, как надо решать. Рядом с детской площадкой арматуры обтянуты яркой лентой. Это сигнал родителям, здесь зона повышенной опасности. Почему подобным образом нельзя оградить растяжки под бордюрный камень, для них остается загадкой. Ведь вариантов, как обезопасить местность, можно придумать очень много. Может какие-то знаки поставить, да? Может какие-то, не знаю, там, ставят, как на дорогах, или какие-то даже, как дорожные знаки. Ну какие-то, может быть, хотя бы ленты повесить, чтобы было видно, что... Ну так-то... Чтобы дети знали, что опасности родители тоже видели, что это не просто голые железки торчат там, а что это помечено, что будьте внимательны, аккуратны. Может какие-то светоотражающей пленкой все это дело обозначать. То есть всегда найдутся какие-то либо способы. Вот деревья же нашли способ, как посветить, так и штыри можно посветить. Пока же родители и гостей города просят проявлять бдительность, чтобы прогулка принесла только положительные эмоции. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 50 лет работает практикующим хирургом. Этот юбилей Виктор Железинский отмечает на работе. Он трудится в отделении сосудистой хирургии, кардиодиспансера с самого открытия. Он до сих пор выходит на суточное дежурство и находит время учить студентов. Как мы себя чувствуем? Очень хорошо. Вы довольны то, что мы вам сделали? Очень, очень. И мне приятно. Это дежурный обход пациентов, но Виктора Железинского встречают всегда с улыбкой. Он спас жизни сотням человек. В случае с Екатериной – один из них. Операцию ей пришлось сделать экстренно. Операцию быстро сделали. Все было очень быстро, хорошо. Привели. На второй день я уже ножками пошла. Был у меня тромбофлебит острый. Виктор Железинский закончил Рязанский медуниверситет в 1968 году. Работать поехал по направлению в Тамбовскую область. Там начал хирургическую деятельность. Через два года заведующий клиникой госпитальной хирургии Борис Кириллов предложил перейти в третью областную больницу Рязани. Там открылось отделение сердечно-сосудистой хирургии. Заведующим был знаменитый доктор Павел Шварь. С тех пор в отделении многое поменялось. Наука сделала огромный шаг вперед. И врачам приходится постоянно учиться, чтобы делать современные операции. Сейчас много операций выполняется именно в рентгене-эдоваскулярной хирургии. И часть операций – аневризма брюшного отдела Орты. Очень тяжелая, очень травматичная операция. Процент выживаемости крайне низок. Сейчас ребята делают так называемые стенд-графты, анаконды. Менее травматично. И, конечно, летальности практически нет. Поздравить Виктора Железинского с 50-летием хирургической деятельности пришел его коллега Юрий Кириллов. Мы вместе с Виктором Петровичем работали много-много лет. Честный, порядочный, хороший человек. Старых традиций, что очень важно. И, наверное, многие бы ребята молодые сейчас могли бы посмотреть просто даже в глаза. Там отпечатана и боль, и печаль забольного, и радость его выздоровления. Виктор Железинский учит этому и ординаторов, которые приходят к нему в отделении после окончания медуниверситета. Мое глубокое убеждение, что практические врачи должны в обязательном порядке, от своего времени покойный Борис Павлович Кириллов не разделял работников кафедры и работников практикующих, то есть чисто практических врачей. Это должен быть единый сплоченный коллектив, который работает во имя здоровья пациентов наших, а также во имя науки. Вместе с Виктором Железинским ученики ходят на операции, проводят осмотры больных, учатся заполнять документы. Замечательный преподаватель, всегда все объяснит, расскажет, покажет, всегда все пояснит, никогда не отказывается. То есть можно всегда подойти к нему, спросить, он всегда объяснит, никогда не ругается. Виктор Железинский, несмотря на возраст, на пенсию не собирается. Он считает, что долг каждого врача – помогать пациенту, пока есть силы и здоровье. Он по-прежнему дежурит сутками на работе и проводит операции. Дина Исляева, Станислав Кудрюшов, телекомпания «Город». Акция «Книжная дегустация» прошла в Рязани. Цель ее – донести до читателей, что книгу нельзя судить по обложке. По сути, люди выбирают то, не знаю что. Подробнее об акции расскажет Мария Рудая. Книга, обернутая в крафтовую бумагу, неизвестность, интрига и своего рода лотерея. Акция, ставшая популярной в библиотеках Европы, полюбилась и рязанцам. Книжную дегустацию презентовали сотрудники библиотеки Горького. Было несколько вариантов такой акции. Мы сделали отдельно еще, наклеили на обложку картинки ассоциации, с чем у нас ассоциируется сюжет. И тоже предложили на выбор по этим картинкам выбрать. Не обязательно было угадывать, но может быть что-то привлечет внимание. Такую инициативу подхватили и книжные магазины. Кто-то просто заворачивает книги в бумагу, другие пишут цитаты, по которым покупатель может определить, близок ли ему стиль писателя. Проникновенные строки не всегда дают представление о книге. Многие, кто участвовал в акции, говорят, раньше на выбранную книгу внимания не обратил бы точно. А здесь его величество случаев сделал свое дело. Всех людей привлекает неизвестность. Все хотят увидеть чудо, получить какой-то сюрприз, подарок. Каких-то вот этих приятных неожиданностей всегда в жизни не хватает. Поэтому получить наугад какую-то книгу и открыть для себя новый сюжет, конечно, это является привлекательным для читателей. Этот целый мир, облаченный в буквы, Наталья Бушковская полюбила этот удивительный мир еще с детства. Уже тогда она знала, где будет работать. Среди книг девушка обитает почти 15 лет. Сама, конечно, любит погрузиться в новые произведения, но есть любимые, те, которые свои. Например, Джоан Роулинг с историями о Гарри Поттере занимает почетное место на полке любимых произведений. Здесь же 13-я сказка Дианы Стерфилд. Страница за страницей Натальи, как и миллионы читателей, погружается в произведения и происходит определенный релакс. Вообще, в последние годы в библиотеках значительно прибавилось читателей. Да настолько, что на некоторой книге выстраивается очередь. Даже читатели сами говорят, что мы можем прочитать в интернете, можем там на планшете, но интереснее прикоснуться к чему-то новому, неизведанному через бумажную книгу, так как ее приятнее держать в руках. Она пахнет типографской краской и такой шелест страниц. В библиотеке Горького есть свой рейтинг самых популярных книг за последние полгода. Среди лидеров и отечественные авторы, такие как Гузель Яхина, Алексей Иванов и зарубежные, по-прежнему популярные остаются Шантарам Робертса. В любом случае, какой бы автор ни покорил, книги обладают удивительной силой открывать человека заново. Мария Родая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова